Всем привет! Биржа Хобби опубликовала новый лаунчпад под названием GameSpot, в котором появилось очень маленькое, но важное условие, которое необходимо будет выполнить. Поэтому в этом видео расскажу, что за условия, как можно поучаствовать в этом лаунчпаде, тонкости, нюансы. Поэтому не буду затягивать, буду начинать. Поехали! Мы находимся на главной странице биржи Хобби. Для того, чтобы нам попасть на этот лаунчпад, нам необходимо будет нажать на вот эту картинку, где написано Prime List. Нажимаем на нее и нас перекидывают на сам Prime List. Проект называется GameSpot. Он станет универсальной экосистемой для всего, что связано с играми, метавселенной и NFT. Да, это очень круто, очень интересно. Я думаю, что у этого проекта должно быть будущее. Я немного почитал о нем заранее. И также у него есть тут продукты DeFi. DeFi продукты, они сейчас будут очень ценится, потому что все хотят децентрализацию. Ниже мы видим таймер, по окончанию которого нужно будет нажать на кнопку и принять участие. Для того, чтобы принять участие в этом Prime List, тут можно выполнить два условия. Первое условие это хранить HT. HT это внутренний токен биржи Хобби. Необходимо будет хранить их 3 дня. То есть в данный период времени остается еще практически сутки для того, чтобы вы смогли положить ваши HT на просто спотовый баланс. И все. То есть вы покупаете HT и кладете на спотовый баланс и не трогаете их. И после этого у вас будет учитываться вот тут в деталях вот это количество, которое находится в ожидании. Это первый способ. Второй способ делится уже на две части. В первой части необходимо будет держать на вашем балансе сумму в эквиваленте 50 долларов. То есть держите 50 долларов именно в валютном счете. И также это будет актуально для первого способа для монет HT, которые нужно будет держать в минимальном количестве 300 штук. Это примерно 3000 долларов. И также во втором случае бесплатная раздача у них появилось еще одно важное условие, которое необходимо будет выполнить. Это сделать оборот в виде 200 долларов на спотовых торгах. Опускаемся немного ниже. Прочитаем условие, которое тут указано. И мы видим, что эти торги они не должны быть с парами стейблкоинов. То есть это должна быть именно криптовалюта, не стейблкоин. Ну то есть тут описаны пары, которые являются исключением. И они не будут попадать под это условие. Что необходимо будет сделать? Нажимаем на спотовую торговлю, а далее нажимаем обмен. И выбираем любую криптовалюту, которая вам интересна. И для удобства я переведу сайт на английский язык. Потому что так немного коряво это все выглядит. Особенно переводы именно в криптовалюте. Предположим это будет токен HT. Выбираю его и покупаю его по маркету. Выставляю маркет. Далее нажимаю buy HT. То есть я сделал транзакцию по маркету. Не заморачивался, не выбирал тут стаканы, не трейдил. И мы видим, что на моем балансе появилось 10,5 HT. Теперь я хочу их просто продать. Опять же указываю маркет. Далее выбираю полное количество. Нажимаю sell. Мы видим, что да, за исключением небольшой комиссии. Транзакция прошла. И я уже сделал оборот 200 долларов. Так и просто я сделал оборот. То есть я купил, продал. И это входит в оборот. Это нужно понимать. То есть условия максимально простые. Для того, чтобы вы не переживали, вы можете сделать пару таких оборотов. Чтобы прям уже наверняка. Потому что есть люди, которые переживают за это и волнуются. Ну в общем можете сделать, например, 2-3 раза прогнать деньги. Комиссия минимальная. За это можете особо не переживать. Все, есть. Мы совершили торговую сделку. Далее мы видим, что на моем счету находится USDT. То есть очень важно, не забудьте, чтобы на вашем счету находилась USDT. А то вы купите криптовалюту. И они у вас будут находиться просто вот в виде криптовалюты. Но очень важно, чтобы у вас было именно USDT. Иначе вы тогда не сможете участвовать в этом прайм-листе. И также для того, чтобы поучаствовать, необходимо будет пройти верификацию. Это очень важный момент. Если у вас до сих пор нет аккаунта, переходите по моей партнерской ссылке. Получаете 20% на комиссии. То есть когда вы будете совершать сделки, вы будете не переплачивать, а экономить на этом. В общем, переходите. Там проходите верификацию. Делается она легко и просто в течение 5 минут. Вы отправляете свои документы. Их верифицируют, подтверждают. И после этого вы можете полноценно пользоваться своим аккаунтом на бирже Binance. Если это видео было для вас полезно, прошу вас поддержать это видео лайком. Также напишите комментарий, что думаете по поводу этих лаунчпадов. Потому что в предыдущем лаунчпаде люди заработали с 50 долларов, 300, 400, 500. Кто-то даже заработал 600 долларов. И я считаю, это даже неплохо. Тем более проект хороший, проект интересный. Я думаю, что у него есть хорошие перспективы. Все, на этом это видео подходит к концу. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до самого конца. Желаю вам успеха, профита и всего самого наилучшего. Всем пока.